В Эрмитаже отсутствует произведение Босха, но имеется небольшая картина от начала XVI века. Работа неизвестного последователя великого художника. Она изображает преисподнюю, которой черти пытают грешников. Багровые языки пламени, непроглядный мрак подземного царства, фантастические фигуры уродливых дьяволов – все это выглядит диковинно, странно, страшно, пугает и вместе с тем заинтересовывает зрителя, приковывает к себе его внимание. Отдельные сцены ада повторяют в различных вариациях то, что уже было в картинках Босха. Они изображают наказание грешников в преисподней. Скупых варят в котле с расплавленными монетами, сладострастников помещают под тяжелую раскаленную плиту. Обжор кормят нечистотами. Повсюду видны символы смертных грехов. Летучие рыбы в небе, наги и фигуры на земле олицетворяют сладострастие. То же значение имеет башня кувшин и воронка. Бой под аркой олицетворяет гнев, ярость. Черт, обративший зад к зеркалу, тщеславие. Из всех их готово поводить гигантская раскрытая адская пасть. Подобные образы Босх и художники его круга заимствовали из фольклора народных вирований, старинных календаревий, толкователей снов. Похожие мотивы встречаются в популярной в 15 столетии книге «Видение Тунтхала», которая содержит описание ада, приснившегося ирландскому королю. Субтитры создавал DimaTorzok «Видение Тунтхала» Мемориальная доска мастера спецнустры Эта мемориальная доска была написана в память о четырех изображенных на ней канонах. Частично разложившийся труп открытой гробницы напоминает зрителю о его собственной смертности и просит его молиться. Молиться «Проходящий, смотрите и плачьте. Кем ты являешься, я когда-то был. Кем я являюсь, ты станешь. Я умоляю тебя молиться за меня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!